Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна Крупнейший вуз в России художественно-технологического профиля Представляющий собой многопрофильный образовательный университетский комплекс Готовящий специалистов в сферах легкой, полиграфической и целлюлозно-бумажной промышленности IT-технологии, химической технологии и техносферной безопасности Тепло- и электроэнергетики, технической эстетики, дизайна и креативных индустрий, издательского дела, журналистики и медиатехнологии Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна Это история протяженностью почти в 200 лет Это история борьбы и побед десятков тысяч людей Это история, которая пишется тобой прямо сейчас А началась она еще в начале 19 века В связи с бурным развитием промышленного производства В 1828 году министр финансов Российской империи Егор Францевич Конкрин Предложил создать в Санкт-Петербурге технологический институт И по указу Николая I того же года В целях развития мануфактурной промышленности был учрежден практический технологический институт Так началась история развития текстильной промышленности в нашей стране Первые учебные занятия начались 11 октября 1831 года по четырем самым востребованным профессиям А уже через год количество профессиональных направлений подготовки специалистов увеличилось втрое Российская промышленность развивалась с опережающими темпами Так в развитии текстильного образования открывается новая страница Приходит новое время Появляются новые лица История не знает случайностей В 30-е годы Президиум СССР принимает постановление о реорганизации вузов в отраслевые институты Ввиду острой необходимости развития важнейших отраслевых промышленностей По приказу номер 1-1287 от 26 апреля 1930 года Учебное заведение приобретает новый статус Ленинградский текстильный институт И в этом же году переезжает в свое здание на улице Большая Морская, дом 18 В начальный период Великой Отечественной войны Когда многие студенты и преподаватели ушли на фронт Коллектив института продолжал трудиться При институте была создана военная спецхимлаборатория На базе которой велись разработки, повлиявшие на ход войны Среди которых было изобретение запалов для бутылок с горючей смесью А также разработка специального антифриза для танков Помимо всего были изобретены и выпущены заменители пищевых продуктов из хлопка Которые использовались в производстве хлеба В 1942 году сотрудники и студенты были эвакуированы в город Ташкент Но День Победы институт встречал уже в родных стенах Коллектив института быстро окреп и расширился за счет притока новых сил студентов и сотрудников Имеющих за плечами богатейший жизненный и воинский опыт Институт вел активную подготовку специалистов В которых остро нуждаются промышленные предприятия Развивал научную деятельность и материально-техническую базу Появились новые направления подготовки С каждым годом росло количество студентов Среди учебных заведений своей группы Минвуза РСФСР В 1976 году указом Президиума Верховного Совета СССР Вуз награждают Орденом Трудового Красного Знамени В 1992 году институт получает новый статус и название Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна В 2015 году в результате объединения с Санкт-Петербургским государственным технологическим университетом растительных полимеров Университет приобретает новое название Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна В 2007 году ректором университета становится Алексей Вячеславович Демидов Благодаря его научному авторитету, новаторству и организаторским способностям Университет продолжает динамично развиваться и становится центром притяжения талантливой молодежи В 2017 году Алексей Вячеславович становится председателем Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Работа на этом посту привела к укреплению связей между университетами А также повышению конкурентных преимуществ и внешнеполитических взаимодействий Университет сегодня – это многоуровневая система обучения И широкий спектр образовательных программ по ключевым отраслям промышленности Семнадцать тысяч пятьсот студентов из сорока трех стран мира Полторы тысячи человек преподавательского состава Две высшие школы, восемнадцать институтов Два колледжа, пять научно-исследовательских институтов Единственная в России точка кипения промтехдизайн в сфере цифрового промышленного дизайна Двести двадцать пять реализуемых образовательных программ Пятьдесят шесть зарубежных вузов-партнеров из двадцати трех стран мира Университетский комплекс состоит из одиннадцати крупных учебных корпусов Большинство из которых расположены в историческом центре города Десяти корпусов студенческих общежитий и шести загородных объектов В 2020 году список корпусов университета пополнился зданием на миллионной улице 27 Новые площадки исторического здания используются как для учебного процесса Так и для развития промышленного дизайна в Санкт-Петербурге Из последних новостей Весной 2020 года университет запустил программу трудоустройства студентов Программа, утвержденная Министерством науки и высшего образования Российской Федерации Помогла более чем тринадцати тысячам студентов не остаться без средств В период строгих коронавирусных ограничений в Петербурге В 2020 году коллектив молодых ученых университета Удостоился премии правительства Российской Федерации в области науки и техники И был награжден председателем правительства Михаилом Мишустиным За разработку способа повышения конкурентоспособности продукции текстильной и легкой промышленности На основе моделирования и цифровизации ее свойств В 2020 году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Делегацией правительства Российской Федерации Был продемонстрирован бронетранспортер «Атлет» На который установлен комплект сцепления Усовершенствованной уникальной нанотехнологией Разработанной учеными университета Знаковым событием является открытие в центре Санкт-Петербурга На Садовой улице 54 Пространство для развития цифрового промышленного дизайна И креативной экономики В регионе под названием «Точка кипения промтехдизайн» Которая параллельно берет на себя роль площадки Для проведения масштабных городских событий В 2021 году университет запустил первую и единственную в России магистратуру в области фэшн-тек Программа готовит технологических предпринимателей и управленцев новой цифровой эпохи Создателей новых продуктов для гибридной модной индустрии Интеграторов инноваций в традиционный модный бизнес Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна Вошел в топ-100 рейтинга лучших вузов по трудоустройству выпускников А также в топ-20 лучших вузов по качеству образования в Российской Федерации Миссия Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Формирование нового направления глобальной экономики ближайшего будущего Цифрового промышленного дизайна Развитие методов цифровой экономики по оценке Прогнозированию свойств и повышению конкурентоспособности материалов Текстильной, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности Совершенствование технологий производства материалов В том числе композиционных и умного текстиля Разработка экологически чистых безотходных производств Образовательная и научная деятельность на основе инновационных достижений Сегодня ты становишься частью огромной истории Сегодня ты становишься ее участником и свидетелем Сегодня тебе продолжать традиции Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...